Много розового и зеленого, да? Березовый, да. Правильно, сейчас нам, кстати, его поддали. Сначала розовыми, а потом зелеными перепачкаешь пол. Хорошо? Понятно. Берешь вещество жидкости, берешь вилильца, розовильца. Сначала розовым все перепачкать. Сметанный замес розовым все перепачкать. Перепачкать, перепачкать. Потом ввести уже в розовый, в зеленку. Потом начнем уже светнить. Светнить и обогатить рисунком. Мало краски. Значит, поступи так. Навгоняй. Розовый. А что здесь сиреневый? Что здесь синеватый? Давай розовый. Весело, с настроением, с веществом краски. Смотри. Вот это вещества очень мало. Нам нужно вещества примерно столько, для того, чтобы когда мы будем мастихином орудовать, а эту картинку мы будем мастихином делать, кидаешь вещество. Все это превратить вот в такие укладки. Квадратновидные. Есть там такой квадратноватый характер. Значит, когда ты розовый нашвыряешь, потом кистью закидаешь... Подожди, подожди, остановись. Потом кистью закидаешь бирюзу и потом вытирая периодически, чтобы не перемешивалось. Смотри, не хватает вещества. Мастихину нечем заняться. Бирюзу на все хватит? А, нет, что сказать. Давай. Очень красиво. Значит, зеленцу там, где она есть, подшвырнуть. Потом возьмешь более мелкие мастихи. И так же пиксельно коричневый-розовый. Иногда плюс синюшки. Пиксельно уложишь идею темных пятен. Розовый, если что, поддави. Там он валяется. Или вот он розовый. Вот они. Квадратноватые проявления. То же самое и вниз. Давай. Большим мастихином работает. Краски стоит выдавливать в этой жизни. Причем разные краски выдавливать. Смотри, у тебя ни одной краски нет. Как ты умудряешься так? Итак, вместо мелких нужны и крупные. Наглобатые. Ладно? Уж очень ты за квадратного. То есть там есть квадратный характер. Умеешь. Хорошо. Но здесь желательно поступить еще и таким образом. Вот ты, допустим, кладешь вертикали. Кладешь вертикали. Раздавливаешь до стеклянного. А потом берешь. И уже в рамках этого совершаешь. Все будет идеально. То есть нашвыряла, 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 нашвыряла. Раздавила вертикаль до стеклянного состояния. Не бреющая, а раздавливающая. А потом взяла и красота. Ладно? Давай так. Есть такое, да? Пописываешь. Очень красивые куски. Вообще шип какой-то. Так. Ну, корабликов можно сначала добыть вырезанием. Что от корабли? Добыть вырезанием. А потом на это место начать укладывать задняя стенка корабля. Боковушки. Желательно сразу по форме. Чтобы некая идея этих форм формировалась коричневой. с красным. Красный с желтым. и вот эти вот геометризмы начать укладывать. Прежде чем укладывать торчалки, сначала их просто наметь. Хорошо? А потом деликатненько кистью черкнуть. Вот эту территорию беречь, а здесь немножко еще поподсунуть того сего. Ну, например, взять немножко светлее и тоже уложить. Хорошо? Таких немножко еще веселушечек. Ну и геометризмы. По форме бочоночки. Красивые. Поменьше полосатого мазка. Побольше все-таки раздавленного. Слишком много полосатости. Брикетичности больше. Может быть, чуть увеличить количество каких-то звуков. Звуков увеличить какое-то количество. полосатости. уменьшит. И вот туда вглубь зашло, потемнело как бы естественно. Правда? Полосатость уменьшил. можно дать по ребру некоторое звучание светлого. Там этого нет, но обычно толщина верхней части дает эти звуки. Правда? Можно их добавить. не остри носы, а не ванночкой. А дальше пошло вот туда. Ты согласна? Есть некоторое провисание, а дальше пошло в нос вот по такой траектории. Согласна, да? То есть это нос не там, где закончилось все, а нос вот туда зашел. Согласна, да? То есть у лодок вот этот характер надо научиться его мыслить. То есть нос пошел вот туда. Вот она лодочка. у тебя везде ты видишь стремиться к кончику как здесь, Нету этого. Здесь нос тоже поднялся и пошел опускаться на ту сторону. Логично? И сразу появилась внятная корма лодки. Согласна? Посмотри. То есть это не то, что ты рисовала, а то, что ты еще не рисовала. Вот это провисающее закругляющееся туда. Ось лодки проходит вот там. Давай так. немножко выглядит стеной, как будто они возле стены. Чтобы это преодолеть, наверное, стоит как бы цвет неба. То есть холодноватые мотивы, как я вон положил, тоже может быть зачистить территорию, создать условия для более чистого цвета. белила выдавить и немножко светлел загнать. Все звуки хорошие, все до единого хорошие. На мой взгляд, сюда светлинки и можно даже было бы и обойтись. И останется только вот эти штуки. это кисть а-ля колонок. Она слишком мягкая для тонких вещей. То есть любовь к колонку надо из себя истребить, а полюбить щетинку или а-ля щетинку. Кладешь, кладешь, вытягиваешь, кладешь, тянешь, кладешь, тянешь, кладешь, подвигаешь кисть, кладешь, подвигаешь. Если надо пустой кистью догонишься вот такими укладками. Вот такими. Просто звучит полу намек. где-то может быть чуть агрессивнее, где-то послабее. А, ну, молодцо. А, я понял. Ну так ты же, какой мастер, уже сколько у тебя приемов. Отлично. Отлично. Ну так и правильно сделала. Не росты никакая. Ну, хорошая штуковина. Не знаю, мне все нравится. сентября. Спасибо за субтитры Алексею, субтитры Алексею, субтитры Алексею, субтитры Алексею,